Прости, Рос. Не так ручку удачно поставила. Девчонки. Девчонки, девчонки, где ваши мальчонки? На корпоратив идёте? Идём. Конечно, быстро закончим. Кстати, они уже начали там. Да? Сейчас, чтобы подкрасить. Приготовились, мотор на запись. Работаем. Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас какую точку? Сегодня у нас три невесты. Ольга, Юлия и Евгения. А жених у нас Игорь. Некогда, некогда. Игорёчек. Ку-ку. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Игорь, 35 лет. Первая возлюбленная уехала в Лондон, и там нашла любовь. Игорь – руководитель отдела по работе с вип-клиентами в инвестиционной компании. Владелец интернет-магазина ювелирных украшений. Гордится покорением Эльбруса. Игорь никогда не обратит внимание на тихую, миловидную девушку. Его привлекают яркие красавицы творческих профессий с вызывающей внешностью. Женится на той, которая вызовет у окружающих максимум восхищения. Оригинальный подарок вам, Лариса. Под глаза. Да, они меняют свой цвет, когда температура повышается, если на них... Молодец, Игорёчек. Не надо, а то у меня может быть аллергия. А это под цвет лица, чтобы они были бирюзовые. Да, да. Это вам, Роза. Спасибо. Это вам, Роза. Игорёчек, ну что так медленно-то, наливайте уже быстрее. Потому что я нигде не успею. Игорь, Игорь, Игорёк, расскажи рассказик мне про свою любовь и жизнь. История у меня интересная. Познакомился я с девушкой. Подходит ко мне и говорит, вы, говорит, вот такой молодой человек, яркий. Я вас видела недавно на одном мероприятии. Правда, вы звезда? Ну, не звезда. Давай, девчонки, жахнем за Новый Год. Давайте, на встречу. И? И что? Вот. И говорит... Дай Бог не в последний раз. Быстрее, кто пансиональности? Евреи. Какая прелесть! Пошли гулять с собакой. Ну, гуляли, и собака её запачкала. У меня костюм. Я говорю, ну, вот с тебя так и так надо. У вас, наверное, из-за этого опиниться-то и случилось. Нет, нет, аппендицит случился попозже, был в хорошем настроении. Ну, начали встречаться, гулять. А до того момента, пока... Пока она... Пока она... В Лондон она уехала, она по контракту... Я уеду жить в Лондон. Да. Мне Москва будет цениться. Она... Она это сделала, поехала по контракту работать в Лондон. Она работала, ну, в аудиторской компании хорошей. Не нуди, Игорёчек. И... И случился аппендицит. Нет, аппендицит случился попозже. В общем, она начала там с англичанами общаться. Мне это не нравилось. Я вот потом... Расстроился и случился аппендицит. Аппендицит, да. Случился. И чуть не умер. Нет. Чуть перитонит. У меня у самой был, кстати, перитонит. Чуть не умерла в Олимпиаду. Тяжелый, да, аппендицит. Две недели пролежала в больнице. И как бы она обещала приехать с Лондона, но не приехала. Соответственно, я обиделся. Боже, кто к нам пришёл, кто к нам пришёл. Какие люди. Любимая, любимая, любимая моя. Аппендицит. Вы все тоже любимая, прелюбимая. Себе не висит. Леночка вот сюда, к жениху. Кстати, там все собрались уже на корпоративчик-то. Надеюсь, что да. Ждут тебя. Я быстро. И вас всех. Лен, смотри, значит, у жениха случился аппендицит. Вот мы на этом остановились. Ему вырезали. Это как-то может повлиять на его дальнейшую? Нет, может спать спокойно. То есть, повырезали. А ещё он еврей. Значит, я понимаю, что эту тему уже заюзали на всех каналах. Давайте обрезание. Но скажи мне, пожалуйста, чисто по-человечески. Рассказываю. Как на духу. Это на отношения как-то не плюсует, не минусует. Но влияет на другие вещи. Это влияет на то, что у молодого человека не будет рака полового члена, а у его партнёрши рак шейки матки. Поэтому это плюс. Бывает всякое. Опаньки. А мы тогда тоже обрезаны. Скорее плюс. Тебе бы язык немножко бы укоротить, Роза. Я первый раз у вас в программе. Рядом со мной сидит молодой человек, который рассчитывает найти своё счастье. У меня два сына. И у меня есть формула, на какой женщине должен жениться мужчина. Я очень хочу тебе это сказать, потому что у тебя есть Георгий. Я хочу, чтобы Роза это услышала, потому что с её сыном я познакомилась. Формула такая. Конечно, вы должны любить женщину, с которой вы решите пройти всю жизнь. Но самое главное, это должна быть та женщина, которая сделает ваших детей лучше вас. Вот если это будет положено в основу, тогда вы не ошибётесь. Если в основу будет положено, мне с ней хорошо, а мы там куда-то поехали, это по финалу в жизни оказывается полной чушь. Спасибо, родная. Не вижу повода не выпить. А я, небольшое лаверды, Леночка, большое спасибо тебе от моих молодых за подарки за всё, Леночка. О твоём подарке ходят легенды. Она мне испортила настроение перед программой, когда сказала, что ты подарила столько денег, что она купила зятю машину. Ну нет, это она привычка. Я просто перестала с ней общаться дня на два. Нет, нет, нет. Просто дело в том, что у меня в тот же год, когда женилась дочка Розы, у меня женился сын. И когда Роза позвонила, я с ужасом подумала, сколько на неё сейчас обвалилось хлопот, которые по финалу все финансовые. Поэтому я подарок сделала ей. Я даже сказала, Роза, тебе лично. А ты бабушкой ещё не стала? Бабушкой я стала в этом году. Баба Лена. 5 января у меня родился дно. Назвали его в честь мужа Игорёчка. У нас теперь два Игоря Юрьевича Малышева. Большой и маленький. Ему 10 месяцев. Как я тебя люблю, Лен. Спасибо тебе из-за меня. Из-за моих детей, из-за жениха. А вот то, что у жениха такая нервная потливость на лбу, это что значит? Невесту ждёт, с которой сейчас должен знакомиться? Нет, это значит, что в студии жарковато, не более того. Да? Да. Хорошо. Ну что, любимая, провожаю тебя? Да. Или ещё посидишь? С Новым годом, девочки. Побегу с Новым годом. Тогда я тебя сейчас провожаю. Ой, тренинг, это сняла? Сняла. Я позволю всех вас. Всё, девочки, я сейчас приду. Мы пока поработаем. Пока поработайте. Вы выглядите самым. Правда? Торбезно. Всё, давай. О, с Новым годом. Мои салаты принесла с собой, холодец принесла с собой. Я сейчас быстренько и к вам. В общем, ждите, ждите меня. Распустила волосы, ла-ла-ла-ла-ла, роза-роза. Вот, девчонки, что значит профессия? Корпоратив, она там салаты режет. Нет, всё равно никуда от этого не деться. Сыновья, аппендицит, всё рассказала. Всё показала. Понимаешь? Я сейчас выпорхнула за дверью и говорит, не забудь колбасу с холодцом. По-женски. И чё сидим? Лариса. А, кого ждём? А мне пишут. Проходите. Невесту ждём. Смотри, у него для всех цветочки такие красивые, да? Иду, поесть, просим. Ой, какой поесть. Давай быстрее уже поесть тебе. Привет. Привет. Этот комплимент для тебя. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. 23 года. Обалдела, чтобы он ещё и историю не рассказала. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят. Сюрпрезы, спекла торт. Молодец. Молодец. А сама и спекла, точно? Сама, да. Точно, точно сама. Я свидетель. Да? И будете делать, наверное, оливье. Да. Делайте, рассказывайте, кто бросил вас. Ну, на самом деле, бросила я. Ларис, так давай я хоть помогу, а я два часа тут это оливье будет резать. Моя ты рыбочка. А что делать? Ну, что делать, а? Помогать надо невестушке. Так, протёрли все свои чесла. Кто бросил, Оль? Давай, я руковожу, а то мы Новый год не встретим. Садись. А ты следи. Послушай, ну правда. Оля! Да, да. Кто кого бросил? Нет, на самом деле бросила я, потому что мужчина абсолютно не хотел ничем заниматься в жизни, не хотел ни работать. А работал где он? Работал в органах внутренних дел. Получилось так, что уволился. И год не работал вообще. То есть, когда я ему говорила, там, Саша, давай там. А что делал? Слушай, ты колбасу такую будешь, что, прям в салат класть? Да ты что? Смотри, как, 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 как. Что, ты на первом канале работаешь? Что? Ты что? Что вы? И почему на ты, кстати, всё время перосвечивая, как чувство и годится? Я же внучки выкатить буду, что ли? Рыба моя. В общем, он работал во внутренних делах. И вы его бросили. Поэтому, потому что не хотел работать. Это я себе закончила. Да вот если она так режет колбасу и в оливье кладёт, я бы её сразу бросила бы. А не только бы ждала. Я зато торты пеку хорошо. А вот уж она такая не смеяна, скажите, вот просто сидит, зубки поджала, сосредоточенная. Что сюда пришла? Кулинарное училище поступать? Расскажите что-нибудь интересное. Бросила на вас. Я тут уже нарезала? А? Я уже нарезала. Всё ты нарезала? Да, мне тоже яичко, я тоже люблю. А, на. И давай свою вот эту штучку, я уже сюда картошки положу. На, положи картошку. А, вот эту штучку. А, пойди, нет, твою давай уже. Зачем? А то мы её оливье не дождёмся. Это, Игорь, пообщайтесь, ну видите, что нам некогда. Я вообще на корпоратив опаздываю. Что вы сейчас ли отвечу? Поговорите. Я хотел, Ольга, у вас спросить. Вот вы говорите, ваш муж, парень, будущий муж, вы его, наверное, рассматривали в качестве мужа, если вы с ним встречались. А вот он ничем не занимался. Поняла. Вы его, может, как-то бы сподвигли. Может, он не определился ещё, не нашёл себя, чем он хотел бы заниматься. Ну, человек, он был 30 лет, да, 31. И даже если он там... А вы ревнивый от того, что у неё было в прошлое? Будете говорить, тебе только 22 года, а у тебя уже такое прошлое? Нет, никакие салатики не спасут. Я ревнив к настоящему. А к прошлому не будете ревновать? Ну, а проще, что было, то было, а что ревновать? Уже, ну, прошёл какой-то промежуток жизни. А в короне вот так разрешите ходить? Обязательно. По дому? Буду дарить корону. Дарить будете? Хорошо. Роза, а тебя вообще не волнует, приданная там или что? Слушай, да уже никому приплатить надо при таком этом. Она пойдёт на Новый год, вообще салат не дождётся. Хорош, к вам садь, давай сюда. А у тебя что, там огурчики готовы? У меня всё готово уже. Я, честно сказать, первый раз вижу девушку, что в короне готовила салат Оливье. Поэтому, я думаю, надо ей поаплодировать. Это даже сексуально. Говорила мама, мне про любовь обманывают, она просто тратила слова. Эй, ну я бы, уж прости, конечно, дел, как говорится, новогодний, я бы тебя, конечно, высекла бы за такую колбасу. Продукты переводишь, ну как жалко-то. Что она такого сделала? Да посмотри, какие шмати там, это колбаски. А знаешь, как говорят, большому куску и рот радуется. Она щедрая, значит. Ой, у меня уже сейчас всё испортится, весь грим. Может мы... Тогда давайте за вашу семью. Давайте. Антон, мой счастье, Боже мой, Боже мой. Здравствуйте. Я, на самом деле, за вами. Потому что там, как бы, коллектив... Послушай, да. Послушай, а у нас как раз столько еды. Антон, можешь... Подождите. Послушай, куда хочешь сесть, рядом с женихом или с невестами? Слушайте... Давай, послушай, Антон, я знаю, что они мне уже обзвонились. Я иду сейчас. Я тут уже о невестах огонила. Здравствуйте. Здрасте. Антон, скажи, пожалуйста, столько еды вот у нас здесь сейчас всякое... Я, например, ем, знаю, что вредно. У нас на контроле закупки еды больше. Да, мы идем, идем уже. За здоровье, за здоровье. Молодых. Такой красивый. Такой красивый. Женатый. Все молодые. Правда. У него все хорошо. Я периодически к нему приду. Раз пришел. Роза так женатая, я говорю, все еще... С вас, тост. Когда уже, наконец, уже? Антон, тост. Слушайте, ну я вообще все время рассказываю про продукты. Дорогие, дешевые. Да. Хочется, знаете, чтобы вот слово «дорогое» было не с продуктами связано, а чтобы нас окружали. Дорогие люди. Это гораздо важнее, чем даже качественная колбаса и вкусные мандарины. Если рядом любимые люди, то неважно, что есть. Какое хорошее, какие прекрасные слова. Чтобы у нас были хорошие люди. Правильно. Дорогие. Да. И важно, что... Ура! Да, дорогие мои. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. Я хочу вас удостоверить. Давай, вот тортик, тортик давай. Антон, ну все-таки салат попробуйте. Вдруг мы сейчас все переотравимся, мы точно не пойдем тогда на корпоратив. Слушай, я... Секундочку, я уже попробовала. Нет, я не хочу, чтобы никто отравился, тем более в преддверии праздников. Что нужно сделать? Давайте я буду тестером. Вот смотри, колбасу нарезала, вот миленько я резала, а вот она вот, смотри, какие меня... Да ему наплевать. Наплевать. Ну подождите, это, наверное, на характер чак, как это говорит, да? Все миленько, как миленько. Хорошо, салат не будете пробовать? Тогда мне скажите. Купила тут несколько банок икры. Так. Кошмар, все перемороженные. Где? В Карганде. Вон она лежит. И такая же, перемороженная вся. То есть вы, наверное, в жительных баночках покупали, да? Да. Каких? В стеклянных. В стеклянных лучше, потому что самую лучшую икру, вот самую красивую... Самый лучший день. Именно. Именно. Антон, хорошо, поняла, про икру. А вот в стекле... А что еще в стекле бывает? Посоветуйте, пожалуйста. Ну, конечно же, шампусик. Под Новый год. Какой? Ну, брют, во-первых, да? Да. Бесспорно. Нашего отечественного производителя. Какой красивый, Антон. Посмотри. Какой зараза красивый. Антон, а вы... У меня есть... Просто тьфу на вас. А кто вы по знаку? Козерог. Козерог. Вот она... Наглый, наглый и упрямый козерожище. А когда день рождения? Первого января. Вот посмотрите. Первого января, то есть Новый год. А какой год? 81-го. 81-го. То есть день рождения встречаемся в похмелье. Это же кошмар какой-то. А подарок один и на Новый год, и на день рождения. Это так, друзья, и проверяются. Понимаете, сколько подарков привез? Сдавай. Нормально, заходи. С днем рождения. А вот если один, с наступающим, да. С наступающим. Антон, а я хочу вам сказать, что у вас будет интересная зима очень сейчас, после дня рождения. Она уже началась. Она уже началась. У вас будут новые проекты, и может быть так много работы, что вы не успеете... Поиграть в пешки. Понимаете, не будете все успевать. Вот так. Поэтому берегите здоровье в конце первого месяца зимы. Какая у нас невеста? Слушайте, а наша жених с невестой не успеет сходить на свидание. Хороший есть, иди на свидание. У вас же бонус. Идите вдвоем. Мы уже с тортиком. Проживайте быстренько. Проживайте, идите. Садись, Антон, не стой. Ногах права нет. Антон, садись, как неразной грех. Я просто, я то тут, то там, понимаете. Тут тоже Антон, Антон. Без Ларисы не возвращаясь. Такие дела, понимаете. Новый год все-таки настает. Слушайте, я хоть на месте жениха себя почувствую. Скажите, ну там вкусно, Антон. Там нормально, да. Там главное хорошая компания. Сейчас бежим, бежим. Сейчас все. Уже Ренка Малычева проходила. А где Новый год? Вы знаете, как... Вот честно, еще не знаю. Хотя и 30 декабря на дворе. У нас такая семья неорганизованная, дезорганизованная. Даже так сказала. А семья это жена или мама, папа, сын, собака? Ну вообще, конечно же, Новый год семейный праздник. Ну а в семью кто члены семьи-то? Мама, семья, жена, сын. Платон и, ну, сами 12, вот, Платон. Какой прекрасный. А традиция есть какая-нибудь ваша собственная новогодняя? Хватит. Тамар, будешь? Нет, нет. Потому что новогодних традиций, вот, у нас, у нас общая, мне кажется, государственная. Написать желание, поджечь, пепел шампанское. Ой, была у меня такая традиция, я чуть себя изжегла. Да что я чуть, я ее изжегла и заработала. Когда сейчас жениха, надо, говорится, написать быстро пожелание, жечь и туда это. У вас на работе слишком много пожеланий. Да одно было жениха за чего? Кроме, ничего в этом году не было, кроме сжоги. Жениха это, не знаю, вроде неправильно, что делал. Хотя, в принципе, быстро написал, пока куранты бьют. Сожгла, положила, выпила. Одна изжога. Понятно. Может, вы слишком много выпили? Вот это не помню, честно говоря. Мне кажется, в этом все дело. Но зато проект. Ну что, дорогой мой, идите знакомьтесь со второй невестой. Ларис, ты чего? Пардон. А я вот хотела добавить тут по поводу невесты. Не надо? Ну хотя, может, по ходу дела как-то уже и... А давно с невестой живете с женой? Да, восьмой год уж. Восьмой год. Тогда не знакомьтесь со второй невестой. Не надо. Но зато в этом году хороший кусок у вас упадет. Что будет? Хороший кусок у вас упадет в этом году прибыли. Да, слушайте, я надеюсь. Я надеюсь, очень хочется. Это да. А мне? Сто процентов. Ну вот ты понимаешь, вот я записала его имя, так сказать, когда... А у нас, Ларис, как потопаешь, так и полопаешь. Правильно, мама так моя говорит. И упал кусок, вот здесь у меня остался кусок. Мне кажется, у вас нормально все лопается. Подожди, смотри, все имя. Все очень качественно. Это нам приходят невесты щедрые, и все нам вот это дарят. Антон, представляете? Антон, а нравится вообще у нас? Ну не дают, скажите. Слушайте, у вас прекрасная студия. Я за вами, кажется, слежу по ту сторону экрана, но когда вижу, всегда досматриваю и все переживаю. Мои счастья. Какой вы хороший. Я это видимость. Это видимость, это всего лишь под Новый год. Жених и невеста, теле-теле-теле, проходите. А то уже меня... И прям сразу на сюрприз. Сейчас-то можно уже сюрприз? А это не был сюрприз? Лариса, а можно я сюрприз? Можно. Пользуясь служебным положением, я правда не пою в караоке, как наша невеста. Но я хочу попытать, естественно, спеть песенку. Боже, о боже. А у меня тут есть рояль в пустах. О боже. Давай, товарищи. Ничего себе ваше веселье готово. Простойте. Как много девушек хороших, как много ласковых времен. Но лишь один из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблён, любовь нечаянно нагрянет. И ты поймёшь, как в сердце, тебе не хочется покоя. В сердце, как хорошо на свете жить. В сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Какие неожиданные танцы открываются у нас на программе. Я тоже знаю одну песню. Пожалуйста, просим. Просим. Микрофон, микрофон Антону. С места или пойдёшь на сцену? Слушайте, я со сцены боюсь, конечно же. Нет, давай, не бойся. Ещё и без суфлёра. Пожалуйста, плиз. Ну, плиз. А мы тебе для этого... Хорошо, хорошо. Моё счастье. Красавец. Тогда кто у нас тут за продукт отвечает? Я вот вам буду петь тогда. Вы меня покорили сразу. Затыкайте, пожалуйста, уши, чтобы не тронировать трекунки. А я начинаю. Я зря его не слушала. Ах, сейчас. До, 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 силя, соль, фа, ми, да. Хвастать мило я не стану, знаю сам, что говорю. С неба звёздочку достану и на память подарю. А обо мне все люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив. Ай, вы молодцы! Ой, красавица! Спасибо. Антон. Пойдёмте уже. Любимая, пошли, провожаю. Я сейчас приду. Что она, сюрприз, сюрприз или там что у неё? Сюрприз есть? Вот. Какой ещё из тебя сюрприз? Торт принесла, испекла. Оливье сделала? Советую. Вкусно будет, если ты мелко-мелко порежешь всё. Он сразу берёт майонез, насыщается, а на следующий день пальчики оближешь. Наливай, Радмин. Эстетично. Она ещё... Она ещё тебя перемкнула прям с этим салатом. Ну как, ну нельзя это... Да нет, я наоборот учу девчонку. Сюрприз уже есть. Смотри, накормила, напоила, салат ворезала. Отпускаем. Да, икру принесла. Спасибо, дорогая. Икру захвати с собой. Спасибо. Икру захвати мне. Заходите в комнату. И мне. Какая она сладненькая, прям беленькая. Спасибо, дорогая. Спасибо. Простите, что не так. Обсуждаем. Луиза. Ну что? Ну что, как тебе? Мне понравилось. Что-то я только её не запомнила. Рассказывайте. Ну, интересная девушка. Мне она понравилась, но я бы ещё посмотрела двух сценных. Нет, это мы непременно. Хотя мне уже времени-то нет. Но мы посмотрим. Роза, тебе-то как? А что, девчонка? Что ты её замыли? Крупно режешь, крупно режешь. Ну что ты? У неё уже руки дрожали. Нет, девчонка хорошая. Оленька, крупно режешь, но зато молодец. Хорошая девочка. Дай бог ей здоровья. За... Давайте. За... За Олю. За Олю. Я не запомнила её. Поэтому тебе, Тамарочка, слово. За Олю. За Олю. Дай бог не в последний раз. Уже в пьёте. Хорошая. Тамар, что там, звёзды? Оля... Кто она, коза? Хорошая, настоящая рыба. Рыба? Да. Во время мы уже мне просто... Сейчас ещё, наверное, кто-нибудь нарисуется за мной. Мы вас не отдадим. Идите, знакомьтесь со второй невестой. Спасибо. Добрый вечер. Привет. Не вдруг я здесь. Я так хотела. Прекрасных жизнеперемен. Не знаю я, кто вы. Но ведь недаром коснулись оба этих стем. Любовь, семья, счастливый остров. Куда? Стремятся? Короче, так. Добрый вечер. Меня зовут Юлия. Я приехала из Санкт-Петербурга. Я очень хотела бы познакомиться с вами, Игорь. Спасибо, Юлия. Я тоже хочу познакомиться. И в знак своей признательности дарю тебе эти необыкновенные цветы. Если на них подуть, они меняют цвет. Спасибо. Спасибо. Юлия. 21 год. Дизайнер собственной линии одежды и владелица шоу-рума. Бывший возлюбленный Юлия изводил её беспричинной подозрительностью и ревностью. Надеется, что с Игорем у неё будут доверительные отношения. Здравствуйте, Юречка. Здравствуйте, здравствуйте. Красавица. Очень рада вас видеть. Как же вас не ревновать. Так, с Азветочкой протираем ручки. Передай, пожалуйста, Томусь. Ага, да. И мелко-мелко режете вот эту колбаску. Какая моя история. История, кстати, история. Можно просто о ней поговорить? Мы успеем протирать ручки, но я думаю, мы не для этого собрались здесь, да? Как-то не для этого. Нет, вначале. Колбасу любим. Давайте сюда. Смотри, какая есть слово на сто. Давайте, давайте. Мы же умеем, мы же девочки, которые всё умеем совмещать. Хорошо, пусть подружка тогда порежет. А, ну хорошо, хорошо. Всё, давайте про историю. Так вот, у меня был мужчина в жизни, который старше меня, на 6 лет. И наши отношения заключались в том, они длились не так долго достаточно, но они заключались в том, что он очень сильно ревновал меня к моим подругам, а не только к друзьям, это к мужчинам, это мягко сказано. Кстати, о подругах. Слушайте, один раз под Новый год. Ко мне является моя подружка, сейчас расскажу. Да-да-да, очень хорошо. Пьяная? Никакая. Хорошо, что артистка, ей можно. В шубе, в пол. А Игорь её не любил. Да-да-да. В шубе в пол. Заходит пьяная, открывает шубу, а там тело вымазано жёлтой краской. И больше ничего. Я говорю, обалдела, что ли? Она говорит, я банан. С корпоратива. Я говорю, в смысле, вот от этих пор и просто всё. Всё жёлтая краска. Я говорю, банан. А Игорь её терпеть не может. Я говорю, и что мне с тобой делать? Ай, какая, я её поставила за шторину. Она там стояла долго. Приходит, Игорь, открывает. Она стоит голая, уже всё ж потекло. Он говорит, это что такое? Я говорю, это банан. Ну вот, извини, пожалуйста. Да-да-да. Мы понимаем, потому что... Банананы за год, чтобы они были на каждом новогоднем столе. Не надо. Это был холон. Это был свой. Новый год. Вам нельзя. За бананы. Почему? За бананы. За бананы. К нам приехал, к нам приехал, Айсен Владимирович за работой. Здравствуйте, Даня. Здравствуйте. Как вы проживаете? Прекрасный, прекрасный. Прекрасный. Это вредно, моя дорогая, как вы? Это да. Вы прелесть. Вот это сюрприз. Вот это сюрприз. Что вы покрашиваете, у вас всё красиво. Моя девочка, моя маленькая. Моя счастье. Я зашивала с ножка бриллиантная, да? Да. А где вы шлёпнулись? Сашечка, любимый, садитесь, пожалуйста, вот туда. Женишок, здрасте. Я-то собирался Ларису увезти на корпоратив. Почему говорят, что я хуже всех ведущих одеваюсь? Завистливые говорят. Нет, честно. Говорят, что хуже, чем я, не одевается буржи. Вот это я вам покажу. Давайте остановимся. Хорошо. Здесь ещё есть мысли. Я понимаю, Александр Васильевич. Я понимаю, что я набрала. Что происходит? Я просто показываю. Говорят, что хуже меня. Вот просто никто не одевается. Не, ну вы такой худербелкин. Любилкин, если бы была плохая, не была бы на первом канале. Во-первых. Не показывали бы каждый день. Да. Миллионы бы не обожали. Не было бы такого лица. Таких глаз. И, конечно, фигурка. А я? Я знаю, там нога сломана. Ты сиди ты уже, всё что-то вечное. Я, я. Во-первых, мы все на диете. Они болтают, даже не хотят нас слушать. Ну ладно. Наше выступление или их выступление? Так, я сейчас невесту выгоню. В смысле невесту не выгоню? Санат лучше режьте. Почему внимание нам? А мы сейчас пойдём. Почему внимание нам не уделяется? Ну не хуже всех одевать. Хотя бы предпоследнее. Говори. Пока я с Польши сейчас выгоню. А не сочинится, да? А кто невеста такая? О, здравствуй. Это вы невеста? Она такая. Красивая невеста. Давайте отсудим. Давайте. Сходите с любимой. Такой девочке никто не нужен. Не югулибр. Предлагаю засветиться. Давайте, давайте. Не югулибр. Нет, нет, нет. Женишок не её. Вот как помните, правда? Нет, смотрите. Мой мой. Она любит гламурных. Женишок скорее не гламурный. Кто сказал? Я. Я вижу наизусть. Доказательство. В доказательство вижу костюмчик. Всё вижу. Разглядел ботиночки, всё моё. То есть они не подходят друг к другу, что ли? Я не понимаю. Они, а, они подходят, б, они из разных стран мира. Саша, Саша, послушайте, они не дадут нам поговорить, поэтому в своём комнате идите пообщайтесь с женихом. Вы же к жениху пришли, а Василий пришёл ко мне и за мной. Да. Потому что меня ждут оперативки. У нас другие планы. Невеста абсолютно не тактичная. Правда? На секундочку. Вам тоже так показалось? Мне не показалось, а это факт налицо. Саша. А мне кажется, она ему нравится. Все пришли в Бальнам. Я думаю, что она нравится. Скажите мне, пожалуйста, в чём Новый год, дорогой, мы встречаемся? Ну, сейчас модный тренд. Это все оттенки бордо цвет марсала. Все оттенки бутылочно-зелёного. Обязательно. То есть я в цвет пришла? Да, очень хорошо. Спасибо. Оттенки золота. И сегодня золото опять возвращается в тренде. Чёрно-белое у нас есть, Ларисочка. Прекрасная. Правда? Ну и, конечно, много холодного синего. Скорее, несколько в цвет морской волны. Которую сейчас почему-то обзывают Бискайским заливом. Это новая мода такая. Ну, вроде как вот ваши розы. А я на залив походу? Вот она тянет на залив. Кстати, роза несчастная наша. Как в бриллиантовой руке. У неё нога перед он годом. А бриллианты в студию можно принести? Мы хотим ей украшения. У неё же перелом, это несчастные её ноги. Вы что хотите сейчас это? Конечно. Пусть немножко обламурит тебя. Вот, и какие-то хаврошечки. Красоту покажешь. Да красоту. Я вообще бы вас перенарядил бы. Может быть, куда идём? На сцену. Александра, а вы кого будете сейчас нарезать? Я ногу её буду украшать. Ногу. Саша, ставься о бриллиантах. Бриллиантов. Они в новом году не вышли из моды? Нет. Украшения. К сожалению, нет. Для мужей неприятная новость. Давай. Люблю грешницы. Икру и бриллианты. Пошли. Секси. Давай. Секси, моя девочка. А вы с вами-то замужем? Я разведена. Так сложилось. Хорошее дело, браком не назову. Не говорите. Я с вами совершенно согласна. Сашечка. Да. Уже красиво. А вы мне в прошлом году обещали прийти в качестве жениха. Да я приду. Хорошо. Тогда сейчас сориентируйте нас, кого искать в 2016 году, чтобы девчонки знали. Девчонки должны знать. Во-первых, кому это всё ваше богатство должно-то достаться. Но я могу сказать, что есть люди, которые живут в семье и счастливы в этой семье, но у них уже нет ни любви, ни секса. Давно всё охладело. Бывает такое? Да. Но они счастливы вместе. Сколько угодно. Бывают люди счастливы в любви, но она платоническая. У них никогда не было никаких обнимушек, никаких поцелушек, но они счастливы от того. Есть масса таких случаев и в поэзии, и в литературе. И есть люди, которые счастливы в сексе, но у них никакой любви, и уж точно в семье не будет с этим человеком. Так что допустите и не мешайте всё в одну корзину. А вам-то кого искать? Мне искать богатую, возрастную. А денег, Саш, сколько? До миллионов. Должны быть земли и поместья, чтобы я разместил свою коллекцию. О, правильно. Вот я считаю, что вот эта дама идеально подходит для этого мужчины. Мне тоже так кажется. Вот они будут счастливы. Мы вместе прошли, вместе уйдём. Они будут счастливы, у вас будут красивые дети, вы друг друга понимаете, у вас один темперамент. А эта прекрасная дама, она прекрасная, но в другой атмосфере. А давайте посмотрим вместе на сюрприз, который она приготовила, и там решили. Садитесь, нет, вы садитесь. Сколько лет ребёнка? 21. 21. А выглядит ведь на 22. Я бы хотела преподнести в образ Игоря, так скажем, нотку страсти. Я хотела бы, чтобы этот подарок, конкурент, этот подарок радовал его в этот предновогодний вечер. Итак, Игорь, это для вас здесь есть. А что там? Бабочка. А сейчас, кстати, бабочки в тренде. Да, в тренде, да, но вот такая вот здоровая краска. Как раз я, без застёжки. Я честно скажу, Юля, мечтал о красной бабочке. Ну вот попало. Давайте так, чтобы бабочки никогда не заканчивались. И у нас здесь, 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 за бабочки. Давайте тост. Запорхаю сейчас прям от счастья. Саша, жду вас прямо вот у нас, жду, жду. Спасибо. Знаете, а вы уже похожи на семейную пару. Супруга помогает супругу надеть бабочку, а вы параллельно пытаетесь со всеми проследить бокалами. Не заметила. Ну, если вы его любили, то вы бы не перекручивали микрофон. Она уже у меня этот... Она ему просто нравится пока, что мне кажется. Где микрофон? Слушайте, а может быть, уже не будем третью звать? Или просто её позовем, посмотрим на неё, нальём ей шампанского. И прогоним. Вы же так друг к другу подходите? Нет, надо нас прогонять, мне кажется. Мы ещё жениху вопросы не задали. Вы знаете, я бы хотела, чтобы вы оценили, насколько гармонично мы смотрим вместе. Чисто комедии, комедии. Комедии. Проходите, все. Комедии француз. Не забудьте цветочки. Есть у нас ещё одна невеста, и пока вы славите, господи здесь... Следующую невесту мне тащите. Проходите, знакомьтесь. Тащите мне невесту. Не знаю, могу уходить, пожалуйста. Надо сидеть, я готов. Привет, Игорь. Привет. Я очень рада с тобой познакомиться. Я надеюсь, наши энергопотоки сойдутся, и мы найдём общий язык. Евгения, 25 лет. По образованию переводчик английского языка. Работает стилистом-визажистом. Увлекается модой, читает книги по самосовершенствованию. Ведёт здоровый образ жизни. Надеется, что Игорь окружит её вниманием и заботой. Здрасте. Здравствуйте. Женечка. Вы, правда, хорошенькая какая вы. Спасибо. И кто от кого устал? Почему не сложилось с первым женихом? Наверное, я устала. Отношения просто иссякли, пережили себя. И как-то всё переросло. Мне стало неинтересно. Вы так похожи, да, Саш? Только как будто маленькая копия, как в матрёшке. И большая. Вы имеете в виду подружку? Подружка, да. Ну, подружка очень свеженькая. А невестушка, мне кажется, сделала некоторые операции с лицом. Рано вы сделали инъекции. Я люблю экспериментировать. Я всё это вижу. Но вы очень секси. И я думаю, что секс – это ваша пререгатива. А волосы свои? Частично? Чуточку нарощенные. Ну, хорошенько, всё равно. Правда? Хорошо. Ресницы накладные. Губы фальшивые. А подружка? А подружка? Подружка. Очень симпатичная. Подружка натуральная. И симпатичная, привлекательная. А с недавием самужем. У меня было два романа серьёзных. И не было брака. Надежда. Да? Так, коллеги. Ой, Боже, 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 Боже. Хорошо, я против Ларочка, Роза, коллеги. Димочка, 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 любимый. Счастье моё. Любимый. Я уже такая пьяная. Пошли, мой родной. Рассказывай, рассказывай. Если вы сейчас со мной не идёте, тогда я встаю с нами. Вообще ты за мной так пришёл. У нас здесь корпоратив Дмитрия. Да? Обожаю я этого человека. Присаживайтесь с нами. Вот мужчина и человек, оркестр, который знает и умеет всё. Он знает, как правильно жениться. И на ком жениться. На ком жениться не надо. Что для него важнее. Вот, кстати, про интеллект. Вот невеста с высшим образованием, переводчик, пошла работать с визажистом. Что это такое? Хочешь колбаски? Нет, спасибо. А салатик? Нет, спасибо. Дим, а тебе вот важнее, что в женщине? Красота. Садись, любимый. Скоро я пойду с тобой. Ларочка, тебе на одну ночь ответ дать или на всю жизнь? На всю жизнь. Вот тогда Франклин говорил, выбирая супруга, кстати, мужчину тоже, прежде всего ищи собеседника. Это качество брака понадобится чаще остальных. Вот, смотри, вот у нас невеста, мы ее выдаем замуж. А зачем это? А вот давай вот тест на интеллект. Я же засиделась. Роза. Помолчи, Господи, может, может, за 8 лет. Эта девочка уже хочет в ЗАГС? Да. Господа, вот у меня, например, такое есть убеждение. Только одно обстоятельство может быть извинительным, более того, обязательным, побудительным мотивом похода в ЗАГС. Только одно. Дети. Ну, наверное, же Роза сама скажет, тут сама. Девушка, я не знаю. Я дочке запрещала, сказала, вот, зятю, я говорю, все, месяц погулял, у тебя два варианта. ЗАГС или до свидос. Не морочь голову, как говорится. И что, правда, ему нету. Вот, Димочка, спасибо тебе большое, 100 тысяч нам очень пригодились. Кстати, у вас остался один бонус. Свидание или свидание. И свидание. А мы пока поговорим. Дима, шампанское, а может быть, ром и пепси-кула. А, да, да. А так я люблю эту песню. Может, куплетик хотел, пожалуйста. Ну, а вы сможете? Сможем. Мы поддерживаем. Мы сможем. А у вас в формате пение? Да. Да, поем. И танцы, и танцы. И танцы. Ну, дорогие друзья, мне же нужен ритм, да? Да. Отлично. Смотрите, руками. Отлично. О! А теперь... Роми, пепси-кула. Вместе со мной. Роми, пепси-кула. Роми, пепси-кула, это все, что нужно, мама. Ах, звезде рок-н-ролла. Роми, пепси-кула. Все, конечно, знают, алкоголь ужасно вредит. А напиток кое-какой чрезвычайно полезен. Итак, Роми, пепси-кула. Роми, пепси-кула. Роми, пепси-кула, это все, что нужно, Роми, звезде рок-н-ролла. Ура! 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 Браво! 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 Спасибо большое. Аплодисменты. Спасибо. Красиво. Чего переодеваться-то? Потому что у нее платьев много. Я-то хожу в казенном, пришла сюда в трениках, меня переодели красиво. Все оценили. Хороший треник. Честно. Честно. Не в трениках. В трениках, но в дорогущих. В дорогущих. Я не вижу, кстати, повода не выпить, а с тебя тост, Димочка. Ну ладно, не можете 364 дня в году. Давайте хотя бы в эту ночь будем самыми трогательными, не будем бояться оказаться уязвимыми, будем говорить высокие вибрации, будем признаваться в любви. Ну и, конечно, должен быть секс хороший в эту новую ночь. Обязательно. Это да, 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 да. Хороший секс в эту ночь. Спасибо. А я надеюсь, что ты в этом году доедешь до меня все-таки с семьей. Ну я надеюсь. За секс, я так поняла, правильно? За Новый год. За хороший. За хороший секс. За хороший. А сейчас будет секс. Девята готова. Ой-ой-ой. Ух ты. Zukunftолог. Угу. Зирование. Настя. Угу. И. Угу. 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 Браво! Женя, детка, вот что я хочу вам сказать. Я такое количество танцев в живота видела в своей жизни, но столько юмора, столько иронии, столько в этом шарма. Правда. Правда, впервые. То есть вы даже первокурсника можете вот таким образом научить любви. Жених что-то хочешь сказать. Не надо, что он скажет, послушайте. Рыбочка моя, проходите в свою комнату. Да. Просто хочется набить. Да? Как она нас с нами и со всеми поиграла здесь. Доразила прям. Правда? Но я боюсь, отечественный мужчина лучше всего был выражен при этом в гениальной, ты помнишь, в мизансене из блянтовой руки, Юрий Владимирович Никулин при этом делает вот так. Да. Я думаю, что наш жених знает, что с этим делать. Дима, Дим, я понимаю, что ты уже расслабился, шампанское, ребят, но нас ждут, поэтому так. Я предлагаю не советоваться, ничего, а прямо сразу всех невест сейчас обсудим и пожелаем кого-то Игорю, наконец-то. Ну, мне понравилось, Женя, вот это последнее так-то году беда. Очень. Но это не качество для жены. Хорошо. А Юлечка, которая 21 год, дизайнер начинающий? Дизайнер высока по росту и холодна по темпераменту. А Ольга первая рыбочка. Не застал. Вы ее не видели, а? Рыбочку не видела. Рыбку не видела. Оля, Оль, выйди. Оля. А то забыли засланировать борь, королевишна принцесса. Посмотрите, какая хорошая. Салатик на Малинию, сварганье. Оленька, миленькая. Орезала, между прочим. Прелесть. А давайте за Олю, ей 23. Да, а я вот за мою соседку, вас как зовут? А я лично за Олю. А я за Олю. Хорошенько, но просто чистая принцесса. Понравился жених? Жених очень понравился. Все, тогда идите в комнату, я буду за вас. И слушайте. Роза, быстро. А я за дружбу и за мир. За мир. За мир. За все. Тома, что там в Раке? В Венере какая? В Венере. Что звезды говорят. В первом случае, это много романтики. Это человек, который даст вам новый опыт. И новое познание чувства. А во втором случае, скорее, это уже понимание, потому что Овин. Потому что вы оба активные люди, вы друг друга понимаете. Но вот могут быть тоже иногда такие вспышки, что в общем-то вам и свойственно бывает в отношениях. Понятный и привычный вариант. Это к кому? В третьем случае, дай сказать. Да, ты же в жену времени. В третьем случае, да, будут танцы. Вы всегда будете этого человека иметь рядом. Всегда он будет у вас под рукой. Будет вам память. Я бы ее имела рядом. Дима! Я пока прошу себя, скажи в эту камеру, значит, слова. Мы не знаем, выйдет он один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и его, в общем, поддержать. Чего? Вот на эту камеру скажи, мы не знаем, выйдет жених один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать жениха. Пока жених пошел за избранницей, предлагаю всем выйти и поддержать жениха. Ура! Любимые мальчики, пойдемте со мной на сцену. Вот такая у нас сегодня прекрасная пара. Ольга и Игорь, как я за вас рада. Если вы одинокий, приходите к нам на программу. У нас весело. С Новым годом, друзья мои! С Новым годом! С Новым годом! Все, рада за вас. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Ну все, слава тебе, Господи! До свидания! С Новым годом! Субтитры подогнал «Симон»